Здравствуйте, уважаемые зрители! В этом ролике мы сделаем обзор двух гарнитур, купленных на Алиэкспресс. Они идентичны. И не просто я сделаю распаковку, а проведу тестирование на обычном телефоне Nokia, на смартфоне Microsoft и также еще буду использовать планшет на Android. И мы как раз посмотрим, как данные гарнитуры коннектятся с вышеописанными устройствами. Возьму одну для примера, распакую. Я заказывал красного и черного цвета. Здесь мы видим, есть вот такая вот инструкция. Инструкция напечатана очень-очень мелким шрифтом. На английском и китайском. Я вышел из положения, отсканировал, как изображение данную инструкцию, а потом через программу OCR распознал и с помощью Google-переводчика перевел данную инструкцию. Смотрим, что здесь дальше. Сама гарнитурка идет. Достаточно длинная. Вот посмотрите. Один наушник где-то сантиметра 15, как минимум, а второй, он даже в кадр трудно помещается, но не меньше 30. Здесь есть гнездо для заряда microUSB. Также имеется микрофон. Вот он у нас, три точечки. Ну и, соответственно, клавиши. Видим нижняя клавиша, если присмотреться. Это клавиша перемотка назад и уменьшение громкости. Посередине, это клавиша, получается, выключение-включение. Пауза, если в воспроизведении ведется музыки. Ну и также ответ на звонок, повторный набор. Ну и последняя кнопочка в верхней, это увеличение громкости и перемотка вперед. В режиме прослушивания музыки. Амбушюры должны быть, по идее, магнитные. Не обманули. И стоит сказать, что по размерам они немного больше, чем на других наушниках, которые я использую. Также есть здесь провод для зарядки. Довольно-таки он щупленький. Сантиметр, ну сколько, может, 15-18. Входит в гнездо туго. Ну и, в принципе, вот и вся комплектация. В инструкции говорилось, здесь есть такие интересные слова. Перед первым использованием аккумулятор должен быть полностью заряжен, чтобы использовать его снова, да. Провод зарядного устройства подключить к разъему для наушников. Индикатор зарядки показывает красный цвет. До полной зарядки, соответственно. Синий свет показывает состояние полной зарядки. Извиняюсь за перевод. Корректировал. Поэтому видим, что здесь должен быть красный и синий светодиод. Дальше смотрим, что здесь говорится о включении и выключении. Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку около 6 секунд. Загорится синий свет на секунду и воспроизведется голосовая подсказка PowerRAM. Пока красный и синий индикаторы не начнут мигать. Проверим. Блютуз гарнитура получается открыта в это время. Для подключения, скорее всего. А на выключение точно так же. Нажмите и удержите многофункциональную кнопку около 5 секунд. Загорится красный свет на секунду и будет воспроизведена голосовая подсказка PowerOff. Я проверял, действительно подсказка есть. Давайте нажмем. Раз, два, три. Красный и синий замигал. Значит она вошла в состояние, что можно подключать. Давайте сейчас попробуем это сделать. По идее, если мы подключим, то я его возьму, чтобы в уши вставить. Должна, как говорится, дальше загорится connected. Почитаем дальше инструкцию. Здесь говорится. Откройте блютуз гарнитуру. Мигает красный и синий свет. Но это мы с вами уже увидели. Блютуз гарнитура вошла в соответствующее состояние в это время. Откройте блютуз мобильного телефона. Найдите устройство блютуз. Найденный из списка мобильного телефона. Должен поискать блютуз гарнитуру. Подсоединиться и воспроизведется голосовая подсказка Connector. Давайте попробуем это сделать. У меня есть Nokia. Старенькое. Меню. Я блютуз уже включил. Настройки. Подключение устройств. Блютуз. Подключение аксессуары. О, блютуз мюзик появился, видите? Нажимаю кнопку подключить. Сбой подключения. Проверьте, что другое устройство. Новый поиск. Сделаем. Нашел блютуз мюзик. Подключить. Пусть будет блютуз мюзик один. Ок. Не хочет он никак подключаться. Все. Не дружит он со старыми Nokia. Перейдем дальше. Смартфон на Windows Phone. Знаем, что зарядка. Подключаем блютуз. Открыли мы блютуз. Нажимаю блютуз мюзик. Подключение. Голосовая связь. Музыка пишет, как видим. Прекрасно. Попробуем теперь кто-то набрать. Например, 466. Позвоним на Киевстар. Да. Я слышу оператора. Киевстара. Хорошо. Давайте теперь попробуем что-то воспроизвести. Найдем музыку. Грув. Я закачал специально одну и ту же аудиодорожку. Я слышу музыку. К сожалению, вы ее вряд ли услышите на микрофон. Но слышно отчетливо. И хочется сказать, громкость достаточно хорошая. И басы четко слышно. Отключаем. На Windows Phone можно работать. Теперь протестируем все это дело на планшете Android. У меня Lenovo Tab E10 планшет. Найдем мы здесь Bluetooth. Нашли. Попытаемся открыть. Туз у нас включен. Переходим сюда. И попробуем включиться. Поверон сказала. Ждем пока замигает красный и синий. Все. Замигал красным и синим. Будем пытаться подключаться. Сопряжение. Коннектор. И обратите пожалуйста внимание. Я даже ближе поднесу. Тут он показывает. Bluetooth Music. Подключено. Уровень заряда батареи 70%. То есть на Android он даже показывает только процентов заряда. То есть очень удобно. На Windows этого не было показано. Попробуем что-то воспроизвести. Пауза здесь работает. Попробуем громкость чуть-чуть тише сделать. Регулировка громкости работает. Попробуем перемотать. Перемотка. Это надо удержать. Наверное. Понятно. Для перемотки используется более длительное нажимание на кнопку. Ставим на паузу. Все. Прекрасно. С планшетом. И вообще тогда со смартфоном Android. И должны дружить хорошо. Ага. И заметьте. Что она показывает. Это не просто Bluetooth. А даже вот в трее. Показывает индикатор заряда. И подписано какой устройство. То есть очень удобно для работы на смартфоне. Ну вот. Ключим. И услышали дисконнект. Ну и давайте дальше вернемся к нашей инструкции. Что здесь она еще может. Здесь как мы видим написано повторный набор. Пункт 4. В соответствии многофункциональная кнопка дважды быстро. И тогда будет осуществляться повторный набор. А под пунктом 3 видим написано отклонение вызова. Во время вызова нажмите и удержите многофункциональную кнопку в течение двух секунд. Чтобы ослабить. Надо будет попробовать. Ну и тут интересно еще про камеру. Пункт 2 пишется. Камера мобильного телефона рядом с кнопкой гарнитуры Bluetooth. Дважды завершить камеру. Так перевел Google. Я так понял. Это скорее всего. Если открыть камеру и нажать дважды. То должен быть заснята фотография. Также есть какое-то длительное нажатие на гарнитуру боковой кнопки. До тех пор пока не будет предложено опустить дубу C3. Непонятное. Ну а за короткое нажатие воспроизведения музыки. Мы уже поговорили. В принципе для камеры я не планирую его использовать. А разве что попробую записывать видеоролик используя Bluetooth гарнитуру как беспроводной микрофон. Ну а в целом выше перечисленных функций, которые были указаны, мне вполне достаточно. Поскольку я брал, чтобы разговаривать по телефону и были свободны руки. Надеюсь этот видеоролик оказался для вас полезным. Подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, если не хотите пропустить новых видео. Большое спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. До новых встреч на YouTube.